Новости региона на канале ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Архангельск отметил День России. Масштаб праздника в этом году удивил и горожан и гостей областного центра. По традиции, утром к монументу Победы возложили цветы. Там же, на площади мира, свой первый документ, паспорт получили десятки ребят. Кстати, в обложке с российским триколором. Удивила и большая концертная программа. В Архангельск приехали новые звезды России. Победители популярных музыкальных телепроектов. Елена Максимова и Сергей Дудинский. Концерт на площади Ленина длился два с половиной часа. Финал был особенным. Артисты и зрители вместе исполнили гимны России. Как это было, расскажем в наших следующих выпусках новостей. Спасибо! 75 лет отметила Северодвинская медсанчасть номер 58. Это учреждение, значимое не только для города Корабилов, но и для области. 58-я медсанчасть – это две поликлиники, стоматология, стационар, больничная аптека и полторы тысячи сотрудников. А начиналось все с небольшой амбулатории, где трудились чуть больше двух десятков специалистов. Можно сравнивать, во что она превратилась, как современное медицинское учреждение, имеющее отделение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе по линии гинекологии, травматологии, конкретно нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии. Нашей, так сказать, фишкой является рентген-хирургия. Все предприятия нашего военно-промышленного комплекса обслуживаются в СМСЧ-58, а вообще там обслуживается более 60 тысяч человек. Поэтому большая работа врачей и очень большая помощь населению, жителям Северодвинска. По случаю юбилея медсанчасти сотрудники коллектива были отмечены благодарственными письмами и грамотами от городских и областных властей. Глава Архангельска Игорь Гозич встретился с предпринимателями. Обсуждалась инициатива создания нового спорткомплекса на базе парусного центра «Норд». 20 лет территория была практически мертва. И сегодня нам самое главное, чтобы получила развитие сама школа. Ребят мы набираем, и мы хотим, чтобы там действительно появилась школа, которую, приезжая, было бы не стыдно на территорию заходить. Помимо этого, на встрече обсуждался вопрос оборудования автобусных остановок цифровыми информационными табло, которые будут подсказывать горожанам, сколько ожидать нужного автобуса. Современные технологии это позволяют делать. И вот те новые системы, которые мы планировали к установке, они могут быть интегрированы. Эти сервисы могут быть интегрированы в эти системы. Соответственно, наши, как бы, некие интересы совпали с муниципалитетом. И мы нашли точки соприкосновения в том, чтобы сделать, опять же, пользу для горожан. К другим темам, московский цирк на воде завершил гастроли в Архангельске. Яркие шоу надолго запомнятся горожанам. Особенно ребятам, которые посещают летние лагерные площадки. Для них вход на заключительное представление цирка был бесплатным, рассказывает Михаил Меньшенин. Шутки клоунов, захватывающие трюки воздушных гимнастов, мастерство пловцов-синфронистов. Все это московский цирк на воде. Удивительное сочетание искусства и водно-светового оформления создают по-настоящему сказочное зрелище, подобных которым в столице Поморья еще не было. Пригласить бесплатно детей на представление – инициатива московского цирка. Участниками акции стали дети, которые отдыхают на летних пришкольных площадках, и многодетные семьи. Для ребят такое шоу – это уникальный праздник. Акция очень значима, и дети очень рады и ждали этого дня, когда же мы сюда попадем. Рады не только дети, но и их родители, потому что многие очень хотели сюда попасть, но не у всех была такая возможность. Сегодня мы здесь, чему мы очень рады. За представлением наблюдало несколько сотен зрителей, но больше всего впечатлений, конечно же, у самых юных гостей. Тут очень красиво, интересно, я думаю, будут выступать, и тут есть животные морские. Музыка громкая, полно эмоций, номера красивые. Мне нравятся номера филибристов и гимнастов на воздухе. А почему всем им нравится? Ну, я занимаюсь танцами, мне нравятся фигуры, которые они делают. Московский цирк на воде свое выступление в Архангельске завершил. Но все желающие еще смогут увидеть выступление столичных артистов. С 24 июня цирк будет давать представление в Северодвинске. Михаил Меньшанин, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. И вернемся к теме празднования Дня России. Это значимая дата не только для русских, но и для всех жителей нашей многонациональной и многокультурной страны. В чем лишний раз убедилась наша съемочная группа, побывав на традиционном турнире по футболу. Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет. В Архангельской области, слава богу, с духом товарищества все в порядке. Ибо люди разных национальностей и культур меж собой не спорят и барьеров друг перед другом не возводят. Поле для выяснения отношений у них мирное, зеленое, футбольное. В 17-й раз в столице Поморья прошел турнир по мини-футболу «Согласие». Это прирученный к межнациональному форуму нашему каждый год, который проходит в городе Архангельске и Архангельской области при губернаторе. В Совет национальности у нас присутствует зарегистрировано 13 региональных автономий, которые объединяют и поддерживают порядок в нашем городе и области. Не было никаких эксцезов. Живем в мире в дружбе. День России тоже отметили дружно, на газоне стадиона труд. В сугубо спортивной борьбе сошлись представители 10 национально-культурных объединений. Команды Азербайджана и Армении, России и Украины, Таджикистана и Узбекистана, Татарстана, Ганы и Нигерии. Скажите, для чего на ваш взгляд вообще нужны такие турниры? Это хорошо, потому что он помогает в международном общении между разными странами. На языке футбола пообщался с участниками турнира и губернатор региона Игорь Орлов. Сам вышел на поле в составе команды России. Спорт – это то место, где с должным набором эмоций, состязательного духа проявляется единство команд, межкомандная дружба. И то, что в День России, в такой светлый и добрый праздник нашей Новой России, мы демонстрируем согласие на спортивных площадках, это, мне кажется, очень красиво. Красивую и комбинационную игру демонстрировала не только команда России, за которую выступали игроки местной высшей лиги, среди фаворитов и сборной Армении. Два года подряд занимаем призовые места, то есть первое и второе место. А мы играем уже, ну, наверное, 10 лет. У нас команда довольно-таки сильная, и все соперники знают, что в финале будут с нами играть. Армяне, как и большинство команд на турнире, усилились легионерами славянской внешности, благо правилами это не запрещено. И все же это не помогло им зайти на верхнюю ступень пьедестала почета. В финале они со счетом 0-4 уступили команде России. Замкнули тройку призеров украинцы. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов в 16 часов. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова